Присаживайтесь к любви Божьей. Присаживайтесь к любви Божьей. Постоянно один коллектив или одних оппонентов, которые могут быть всегда благодарны, когда ты даешь хорошие, прекрасные, замечательные слова. Это наши женщины. И когда ты им говоришь, вы прекрасные, вы очаровательные, вы обаятельные, вы всегда так хорошо выглядите. Вы же лучше, чем мы собираетесь на соблание. На соблание за одну минуту оделся. А подготовка супруги заняла намного больше времени. Поэтому, женщины, вы прекрасны. Мужчины, давайте мы женщинам поаплодируем. А женщины внутри себя такие. Да, да, говори, это я. Это я. Я замечательная, я красивая, я очаровательная. И женщины все сказали. Аминь. Аллилуйя, женщины, вы великолепны. Молодцы. Поэтому Иисус, Он любил женщин. Иисус любил. И у гроба первые, знаете, кто был? Женщины. А где были мужчины? В горнице. Боялись. Вдруг придут, схватят, Иисуса распяли. Что нам делать? Пойдем рыбу ловить. Женщины, вы смелые. Поэтому, слава Богу, не скажу, что церковь на вас держится. Она все-таки на нас, сильных мужчинах, держится. Потому что Библия сказала четко, всякому мужу глава Христос. Поэтому Божий порядок мы не будем тратить. Не будем его уничижать. Не будем его как-то принижать. Мужчины тоже молодцы и сильные. Все мужчины сказали. Аминь, аминь. Вот сразу видите. Аминь. Отсюда вот такой Андрей, по-моему, да? Ну, это потому, что у него сильная жена. Хорошо, возлюбленные. Хочу взять одно местописание. Оно будет не одно. И прочитать это из книги «Экклесиаст». Третья глава, 18-19 стих. Здесь сказано. «Сказал я в сердце своем о сынах человеческих, чтобы испытать, чтобы испытал их Бог, чтобы они видели, что они сами по себе животные. Потому что участь сынов человеческих и участь животных, участь одна. Как те умирают, так умирают и эти. И одно дыхание у всех. И нет у человека преимущества пред скотом, потому что все суета». И вот когда ты читаешь эти стихи и мудрого человека, и нужно что-то понимать в этом. И нужно пытаться что-то понять. Знаете, вот чаще всего ты понимаешь, когда ты выходишь на улицу и смотришь, что твое колесо кто-то пометил. И ты думаешь, какая несправедливость. А потом, когда садишься за руль, то смотришь, что кто-то пролетел и кто-то тебя тоже пометил. А у кого есть еще частный дом, или кто жил в деревне, выходишь, калитку открываешь, а там и коровка прошлась. Знаете, и вот когда ты читаешь вот эту оборотную речь, когда сам по себе экклесиаст говорит, и знаете, он говорит такие слова, и они немножко жестко звучат. чтобы они видели, что они сами по себе животные. И хочется сразу что сказать? Не-не, подожди, это не про меня. Это не я такой. Но знаете, когда ты сам по себе, когда ты вне тела Христова, когда ты вне церкви, когда ты такой своего рода самостоятельный, то ты можешь превратиться в это существо, которое метит колеса, которое летает там, где хочет, делает все, что хочет. Я такой свободный. Я свободный, я никому не принадлежу. Мне нравится, знаете, такая категория граждан, как люди без постоянного места жительства, то бишь бомжи. Хорошие люди, замечательные, умные, грамотные некоторые, очень умные и очень грамотные. Но один момент. Они всегда хотят быть свободными. Ты приводишь его, он ложится в чистую постель, он говорит, слава Богу, классно, спасибо, кушает вкусную пищу. А потом говорит, не-не, вы меня ограничиваете. То есть, сам по себе человек, когда он хочет жить без церкви, без Бога, без общения правильного, то человек почему-то начинает двигаться не в ту сторону. Происходит, знаете, своего рода такая деградация. Потому что Бог дает четкое повеление человеку. Чтобы у него была одна жена и один муж. И однажды я разговаривал с одним человеком, и я его могу обозначить блудник. И блудник, он всегда говорит, ну есть же жена, ну ты же хочешь булочку с изюмом, но иногда же хочется только изюм. Я говорю, слушай, есть Божие постановления. Для таких людей, которые, знаете, отделяют себя порой от единства веры, у них одна участь. Участь, как у животных. И те, и эти умирают. И умирают в суете. В какой? Они бегут и постоянно себе что-то добывают. А человек Божий, он ставит себя в зависимость от Бога. И Бог его благословляет. И все на этом сказали? Аминь. Возлюбленные, давайте воздадим Богу славу. Я верю, что одна половина доброго зала меня любит, а другая уже чуть-чуть не очень. Я смотрю, здесь есть свободные места, знаете, и кто-то сегодня не приехал на собрание. Ну, снег, я понимаю, не добрался. Пусть Бог благословит вас, если вы нас смотрите в онлайн. Если вы смотрите в онлайн, это грех не к смерти. Это хорошо, но я верю, что в следующий раз вы наберетесь силы, приедете в зал, посетите собрание своим присутствием. А Бог вас почтит. Аминь. Хорошо, возлюбленные. Я хочу прочитать следующее местописание. Это 2 Петра, 12 глава. И здесь уже Петр говорит и обозначает такие вещи. Они, как бессловесные животные, водимые природы, рожденные на уловление и истребление, злословие то, чего не понимают. В расстрелении своем истребятся. И знаете, Петр опять применяет такую оборотную речь и применяет к кому, не просто кому-то, но он применяет это к человеку. К человеку. Петр, который ходил с Иисусом Христом близко, который знал Христа, который видел его преображение на горе, который слышал голос, который готов был оставить остальных учеников и сказал, давайте мы сделаем кущи, нам тут хорошо, приятно, замечательно. Вот так иногда бывает в церкви, знаешь, ты приходишь и тебе классно, тебе замечательно, тебе никуда не хочется уходить. Ты в любви Божией, ты купаешься, ты наполняешься. Почему? Потому что Бог приходит и Он переплавляет твое сердце, Он меняет его, Он дает тебе правильное понимание, Он дает тебе направление, Он вкладывает в тебя то, что написано в Священном Писании, для чего? Чтобы ты прожил эту жизнь достойно. Аминь, возлюбленные. Все это для того, чтобы ты прожил свою жизнь достойно. И вот Петр, он пишет такие слова, он говорит о тех людях, которые злословят начальство и власти, которые неправильно поступают, которые противостоят против высших. Поэтому, возлюбленные, дорогие, представляете, есть, оказывается, та грань, которую можно перейти и стать совершенно в другую позицию. Однажды, я не буду называть место из Писания, но я вам напомню на память, как один царь, он возгордился. И он сказал, я сам всего достиг. Я сам все это, это у меня все. И знаете, Бог его превратил в животное, он кушал травку. Семь лет. А потом в один прекрасный момент раз и вернулся. Представляю, знаете, такой вегетарианец, царь. И вернулся. А почему? Потому что он сказал, это все мое, это все я сделал. Ну, перед этим, когда Петр пишет вторую главу, он, знаете, он начинает с такой мысли, замечательной мысли. Я сегодня хочу сказать к церкви 21 века, проповедь 21 века и к событиям 21 века и 2021 года. Знаете, как созвучно все, да? Аж стихами как-то хочется говорить. И вторая глава, первый стих, и он говорит, были уже пророки в народе, как и у вас будут уже учители, которые ведут пагубные ереси и отвергшие искупившего их Господа навлекут сами на себя скорую погибель. Уже пророки и уже учители. Кого отвергают? Иисуса Христа. И знаете, вот я всегда понимаю, что есть деятели, а есть делатели. деятели, он все знает, как вот, он все знает, как нужно делать, но никогда не делал. А делатель – это тот, который становится, он берет слово, он вооружается этим словом и берет и делает. Берет и делает, исполняет, послушен пастору, послушен наставнику, послушен лидеру домашней группы, послушен на работе своему начальнику. Это делать. Вспомнил неканоническую притчу, знаете, про сантехников, не хочется долго ее рассказывать, знаете, но один ныряет в колодец, выныривает, говорит, подавай ключ, да, потом все отремонтировал, выходит, нечистоту стряхивает и говорит, учись, а то так и будешь всю жизнь ключи подавать. Но знаете, Иисус пришел на эту землю, Он сделал самую грязную работу. Он пришел, умер и воскрес. Ему плевали в лицо, Его оплевали, Его избили. Мы должны преображаться в образ Христа, когда ты говоришь, слушай, а зачем ты гневаешься, зачем ты раздражаешься, зачем ты поступаешь так? Ну я же еще в оплоте. Понятно, что ты в оплоте, но мы преображаемся, мы берем слово, вооружаемся этим словом. Как Писание говорит, с оружием правды в правой и левой руке и выступаем, и идем в этом мире, светим, достигаем людей, молимся за них, благословляем. Аминь, возлюбленные. Мне кажется, как-то вы немножко напряглись, или нет? Да я сам напрягся, не переживайте. Тоже есть такое напряжение, когда читаешь Слово Божие и думаешь, слушай, ну это же тебя касается. Поэтому, знаете, я 17 лет служу и не хочу быть деятелем. Я хочу быть делателем. Потому что делатели, они получат награду на небесах. А вот с деятелями будет сложнее немножко. Те, кто принимает участие, сразу заулыбались. Классно. Это про меня, говорит Геннадий. Мне это нравится. И вот знаете, кто-то вышел. С кого-то. Деятель вышел, делатель пришел. Во имя Иисуса, пусть так и будет. Вы еще со мной? Слава Богу за вас. И вот знаете, иногда один раз я встретился с человеком и он начал с ним разговаривать. Я говорю, слушай, ну ты как-то неправильно понимаешь форму священного писания. Ты как-то вот не в том направлении немножко движешься. Я говорю, вот знаешь, есть люди, которые имеют богословское образование. Ну и я как бы немножко имею образование. Он такой говорит, да нет, ты что, у нас один, говорит, богослов, это Иоанн. А я, знаете, так подумал и думаю, слушай, так пусть у тебя будет один тогда врач-рука. Как-то иногда неправильно понимаем священное писание. Один богослов Иоанн, слушайте, но мы же можем изучать. Мы же можем изучать историю. Мы же можем читать, мы можем смотреть, что нам говорит вот те прообразы, которые были до нас. Мы можем читать Ветхий Завет. Мы можем понимать ты можешь взять и изучать историю, вообще историю христианства, историю мира. Вы не переживайте, Бог любит Троицу. Вы сразу поставьте, пожалуйста, несколько, я буду менять. В сложных ситуациях нужно очень быстро ориентироваться, потому что христианин, он может перестраиваться. Перестраиваться в соответствии Слова Божьего. Не подстраиваться, пожалуйста, услышьте, а перестраиваться в соответствии Слова Божьего. Поэтому, если у тебя сложная ситуация, перестраивайся, соответственно, в Слово Божьего. И сейчас это замечательное время, оно для тебя, чтобы слышать Слово Божие. И что делать? Перестраиваться. Слава Богу за жену. Знаете, она вам подсказывает немножко. Она же помощница. И вот, знаете, когда ты смотришь и вот общаешься с разными людьми, и сейчас много учений различных, они бытуют, они происходят, и люди некоторые, они впадают в те или иные учения и говорят, не нужно носить в церковь десяти, но это Ветхий Завет. Ну и много различных споров. Я думаю, вы уже с этим сталкивались. Но мне, знаете, ну я иногда так посматривал какие-то моменты, деятелей. Но в конце всегда звучит так. Поддержите наш канал. Слушай, ну ты же сейчас говорил одно. Только же ты говорил. Ты же вот, как бы, десятину не нужно давать, пастора не нужно слушать, пастора, это вот они, как бы, свое навязывают. Лидер домашней группы, он вообще образования не имеет никакого, что его слушать. Да вообще домашние группы, кто их придумал? Ну изучайте деяния апостолов. Тогда поймете. Только изучайте так и понимайте, что там от сорока до шестидесяти лет жизни вложено. А ты еще столько годов даже не прожил. Изучай внимательно, читай не между строк, а изучай, углубляйся. Тогда придет понимание. И когда тебе что-то проповедуют, говорят, будь внимателен к этому. И я хочу рассмотреть, знаете, такого одного автора в Библии, которого, я думаю, не так часто употребляют, и на это местописание не так часто проповедуют. Это послание Иуды. Но можно прочитать собранное послание святого апостола Иуды. Собранное послание святого апостола Иуды. Первый стих, ой, первая глава, она вообще одна, чтобы вы понимали. И 10-11 стих мы будем читать. И здесь он опять говорит и применяет такой оборот речи. И все злословят то, чего не знают. Что же по природе, как бессловесные животные знают, тем расливают себя. Горе им, потому что идут путем кайным, предаются обольщению мзды, как вавал, и по упорству погибают, как корей. Иуда это пишет в своем послании. Знаете, когда ты читаешь это послание, кто в своей жизни получал письма? Ну, не письма на телефон, я имею в виду. Письма, такие письма получал. Кто писал письма? Есть такие? Слава Богу за вас. И вот, знаете, когда мы читаем это послание, мы понимаем, что это было, знаете, своего рода такое письмо. Но когда ты будешь рассматривать это, если как письмо, то ты тогда не поймешь сути, которую заложил там Иуда. Это огромная работа, которая была проделана. Чтобы нам понимать, то есть был свиток, который был склеен и писался на одной стороне, а потом наматывался на палку. По-гречески назывался апистограф. И длина самого длинного была 40 метров. А так составляла от 6 до 10 метров. Это я так немножко, чтобы вы понимали. Пойду в библиотеку, почитаю. Калимах говорил в Александрийской библиотеке, что большие книги доставляют затруднения. И мы понимаем, что та работа, которая была проделана Иудом, и когда ты читаешь вот эти три стиха, ты понимаешь, что это был колоссальный труд. Это был колоссальный труд, который нужно было проделать. И он приводит в пример три персоны. Первая. Каин, Валаам и Корей. Три персоны, которые жили абсолютно в разное время. Чтобы нам понимать, чтобы проделать эту работу, ему нужно было читать эти книги. Ему нужно было запоминать. И когда ты читаешь вот эти два стиха, то я хочу немножечко так, ну, чтобы вы имели представление, сколько ему нужно было проделать труда, чтобы прочитать о Каине, о Валааме и о Корее, которые жили в разную эпоху времени. Это сейчас ты открыл интернет и прочитал. Это ты сейчас взял книгу. Ты берешь книгу и тебе просто ее листать удобно. Но в то время тебе нужно было развернуть свисток, и он проделывает эту работу. И поэтому мы читаем собрание, послание, собранное послание, собранное. Что он делал? Что он делал, возлюбленный? Ну, если собранное, то что делал? Собирал. А знаете, когда к Иисусу пришла Мария, что она делала? Ой, к Иисусу пришла Мария, извиняюсь. К Марии пришел ангел. Что она делала? Она написана слагала слова в сердце, то бишь, что делала? Собирала. Когда ты приходишь на собрание, что ты делаешь? На собрании мы должны собирать, чтобы эти слова, они ложились в твое сердце, вкладывались, и чтобы ты мог этим пользоваться, когда придут времена тяжкие. Потому что Иисус, знаете, подошел к маме и спросил, «Мама, когда делать чудо?» Мама сказала «Еще не время». Потом сказала служителям «Смотрите, что попросит, то делайте». И вот мы возвращаемся к Иуде, возлюбленный Ион, говорит о Каине. Каин, кто такой Каин? Это первые люди, да? Первые люди, которые были Каин и кто еще? Авель. Слава Богу, вы знаете Священное Писание и давайте мы похлопаем друг другу, когда мы знаем Священное Писание. Первые люди, которые были возлюблены и которые, что произошло? Один принес жертву лучше другого и тот что сделал? Убил. За что? За жертву? Зависть. Знаете, если ты возьмешь и посмотришь, иногда в нашей жизни мы кого-то убиваем из-за зависти. Убиваем в своем сердце. Почему? Потому что разочаровываемся. У него есть, у меня нету. К нему так отнеслись, а ко мне вот так. Мы убиваем кого-то из-за зависти точно так же, как в то время Каин убил, Авель убил Каина. Второй аспект, который говорит за Валаама. Кто такой был Валаам? Библия говорит, как он, как прозорливец, пророк. И к нему пришли и попросили проклясть Божий народ. И Бог ему проговорил четко. Он сказал, не делай. Ну, когда, знаете, знаете, вот есть такой приятный, вот сейчас, в 21 веке, в 21 году, такой звук на телефон. и ты его ни с чем не перепутаешь, когда тебе упали деньги на карту. Тлин. Ему говорят, слушай, проверь счет. И он звук-то слышит. Раз. Я пойду Господу помолюсь. То есть, вот, знаете, иногда люди, они вот размениваются, они бывают, разочаровываются. Из-за чего? Из-за финансов. Сколько бывает кривотолков в церкви из-за финансов, из-за неправильного понимания, неправильного отношения, и люди размениваются и уходят. И вот точно так же в Алаам и написано, Библия говорит, что ослица начала говорить к нему человеческим голосом. Чудо произошло. Сколько людей приткнулись и ушли из церкви, потому что услышали о десятинах и приношениях. Сколько компаньонов бывает в бизнесе, с другом расстаются, почему нечистота в отношениях. И вот точно так же, знаете, произошла эта нечистота в Алаам, но он разумился. И вот точно так же дальше Писание говорит о Корее. Корее, который жил во времена Моисея и восстал против Моисея. А из-за чего восстал? Захотел быть равным. Я такой же, как и ты. Только с тобой ли Бог разговаривает? Только тебе ли Бог говорит? Мы все равные, мы все одинаковые. мне нравится, что сделал Моисей. Написано, что Корей знатных из народа подговорил. И пришло двести, по-моему, пятьдесят три человека. Знатные, это не просто люди, это не просто, знаете, можно так сказать, прихожане церкви. Это лидеры пришли, это команда пришла к Моисею. Они тоже хотели, чтобы с ними разговаривал Бог. Мне нравится, что сделал Моисей. Он говорит, завтра давайте мы вместе с вами встретимся пред лицом Божиим и посмотрим, чью жертву примет Бог. И исход этих событий мы знаем, земля развезлась и поглотила. И вот точно так же иногда бывает, происходит в церкви, смотришь и человек пропал. А почему? Пришла гордость, пришло превозношение, пришло надмение, тщеславие. Чего-то добился, чего-то достиг. Повы позволили мыть в церкви, воду подносить. И уже великий стал. Домашнюю группу начал вести. Но я же тебе пастор доверил. Твой Моисей, который ведет тебя к обитованной земле. возлюбленный, дорогие, ту работу, которую проделал Иуда, мы должны понимать, это был великий труд, который он сделал, который нам не нужно уничижать, но нам нужно вникать в священное описание и понимать. Это три этапа, которые происходили не в его жизни, а то, что он видел. И когда апостол Павел пишет, он говорит, мы через прообразы видим Ветхого Завета. И вот Иуда, он проводит нас через эти прообразы, чтобы мы могли точно так же в 21 веке не ошибиться. Не ошибиться с жертвой, не ошибиться в взаимоотношениях, не ошибиться, знаете, вот в этой зависти, надмении, тщеславии. Замзду неправильную не оставить церковь и пойти заниматься своими делами. Давайте мы встанем на наши ноги. Иуда заканчивает свой труд такими словами. заканчивает это послание к церкви, заканчивает это послание к тебе, ко мне, тем, кто смотрит нас онлайн. Он заканчивает это замечательными словами, подытоживая работу, которую он проделал, глубокую работу. я хочу я хочу я хочу тебе сегодня сказать, возлюбленный брат, сестра, относись неуважительно к той работе, которая делается вот здесь, возле этой кафедры для тебя. потому что Библия четко говорит вера отслышания отслышания от слова Божьего. Я знаю, здесь много людей уважаемых стоит, которые услышав слово Божье их жизнь изменилась, в их жизнь пришла радость, пришел мир, пришла любовь, ушли супружеские измены, разочарования, банкротства, они поднялись в бизнесе, стали хорошими семьянинами, женами, мужьями, потому что вера, она отслышания, отслышания от слова Божьего. Ты сегодня слышишь слово Божье, и оно меняет твою жизнь, оно производит тебе действия, намерения по Божьему благоволению. Если ты будешь вникать в Слово Божье, и оно будет производить в тебе работу, а если ты будешь считать Иуду, а какой-то маленький, незначительный человек, и перелеснул дальше, а какой-то маленький, незначительный человек сегодня из Адлера, и перелеснул дальше, и не услышал то, что Бог говорил к тебе. Поэтому, возлюбленные, дорогие, давайте мы не будем уничижать труд пастырей, служителей, которые отделили священник, отделенный для Бога, посвященный, левиты, отделенные для Бога, посвященные, а они так пели, а группа порядка, что-то не так повы, домыли, отделили себя, посвящают, приди и будь благодарен, прими этот труд, возьми его, принимай участие, не будь деятелем, будь делателем, это великая награда от Бога, потому что ты получишь венец славы. Иуда заканчивает свою работу такими стихами, могущим уже соблюсти вас от падения и поставить пред славою своею, непорочными в радости, единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть, прежде всех веков, ныне и вовеки. Давайте мы вместе прочитаем с 24 стиха, могущим уже соблюсти нас от падения и поставить пред славою свою, непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть, прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. Давайте воздадим Богу славу. Давайте мы помолимся. Отец, мы благодарим Тебя за Твою милость, благость, любовь Твою, жизнь Твою, которую Ты являешь, Боже. Мы благодарим Тебя, мы доверяем Тебе и уповаем на Тебя, мы чтим Тебя и превозносим Тебя и верим, что Твое имя, оно будет прославляться в нас и через нас, а Ты соблюдишь нас, сохранишь нас, Боже, от падения и поставишь пред Своей славой, в нашей жизни. И Тебе слава, честь и хвала, любящий Бог, Отец, Сын и Дух Святой, все согласны и сказали Аминь. Аминь.